Хотел бы с вами обсудить несколько топиков в рамках этой презентации. Собственно говоря, давайте... А, еще одна маленькая просьба. Так как топиков будет несколько, то я попросил бы, если будут вопросы, задавать их лучше в самом-самом конце, чтобы не прерывать поток мыслей, если так можно сказать. Давайте перейдем тогда к адженде. Так, я же надеюсь, всем видно скрин, правильно? Дайте фидбэк, пожалуйста. Да. Да, все хорошо. Тогда перейдем к адженде. Собственно говоря, я хотел бы сегодня с вами поговорить о трех вещах. На старте обсудим сравниваемые типы в Go. Потом плавно перейдем к описанию структур. И завершим разговором о брекетах опять-таки в Go. Давайте начнем с первой темы. В первую очередь нужно как бы сформулировать проблему. То есть вопрос такой, что мы можем сравнивать в Go. Какие типы? Для ответа на этот вопрос мне удалось найти правило, которое в принципе должно бы нам помочь. Можете увидеть его на слайде. То есть смысл в том, что оба типа будут сравниваемы, если мы имеем возможность присвоить первый оперант второму и наоборот. Вроде бы звучит разумно и должно полностью покрывать нашу проблематику, но на деле оно не покрывает все кейсы, которые у нас есть. В принципе, как во многих языках, да, у нас есть эксепшены. Как в том же английском здесь, тысячи правил и тысячи исключений. В нашем случае исключениями являются слайсы, мапы и функции, потому что по дефолту эти типы не сравниваемые. Мы не можем их сравнивать. Таких милых гоферов я буду использовать тогда, когда стоит упомянуть какие-то небольшие кейсы, чтобы их не пропустить, но материала не так много, чтобы обсуждать это полноценно. То есть в данном случае, несмотря на то, что эти типы, наши эксепшены, они не сравнимаемые, тем не менее мы можем сравнивать их с нилом. Что, в принципе, делаем очень часто. И сразу еще один notification, да, что, опять-таки, для этих типов мы не можем их сравнивать базовыми средствами языка, но мы можем использовать DeepEqual с пакета Reflect, который позволяет нам это делать. В принципе, в документации к этому, к DeepEqual у нас есть очень большой коммент, в котором расписаны все кейсы. То есть порядок работы с каждым типом, и по каким алгоритмам он будет сравниваться, и какие результаты можно получить. То есть, в принципе, можно ознакомиться и использовать это для своих нужд. В целом, получается, что мы имеем вот такую картину. Это типы, которые мы можем сравнивать в Go. Я предложил бы остановиться вот на этих трех более детально, чуть-чуть. Они отмечены звездочкой лишь потому, что нам нужно чуть-чуть больше знать о них, для того, чтобы правильно их сравнивать. Начнем с Array. В принципе, Array это сравниваемый тип при одном лишь уточнении. Все элементы Array также должны быть сравниваемым типом. То есть, мы можем сравнивать ArrayStringOwl, ArrayIntOwl и так далее, но мы не можем сравнивать Array функций, так как мы перед этим посмотрели, они не сравниваемы. Здесь хотел бы обсудить небольшой такой практический кейс, с которым я, в принципе, часто сталкивался. Иногда бывает потребность использовать в качестве ключа к мапе стрингу с какой-то метаинформацией. Ну, в данном случае, вот на четвертой строке вы можете видеть, что мы делаем, ну, обычно. Раньше я делал, да. То есть, я конкатенирую просто какие-то там значения, какую-то информацию в одну строку и использую это как ключ к мапе. Ну, и, собственно говоря, дальше работа с мапой ничем не отличается. Но иногда бывают случаи, что мне этот ключ нужен не только для того, чтобы записать данные или вычитать их, а мне нужна эта информация для каких-то еще экшенов. То есть, мне нужно что-то засетить, что-то посчитать, какие-то части этой информации и так далее. Например, зная, что array сравнимые типы, мы можем использовать в качестве ключа к мапе array с целостными строками, которые нам нужны. Что мы из этого можем получить? Получается, что говоря, то, что когда в таком случае я буду итерировать по мапе, у меня есть доступ к этим строкам. Я могу обращаться к ним по индексу и использовать для своих целей. Здесь очень-очень элементарный пример того, что, например, мне нужно вот часть этих строк засетить просто в какую-то структуру. Но даже здесь уже видно, что этот подход более выгоден тем, что изначально мне не нужно конкатенировать, а потом парсить строку. Ведь я просто объявил array и с ним работаю. В принципе, этот кейс как раз мы на проекте даже достаточно часто используем, что, в принципе, решает какие-то свои определенные задачи. Структура. Правило к структурам, оно абсолютно такое же, как для array. То есть структура это сравнимый тип, но нужно обязательно, чтобы все поля, все типы полей структуры также были сравниваны. Больше здесь добавить нечего. Интерфейсы. В случае с интерфейсами очень не хочется погружаться слишком глубоко. В принципе, там очень много обсуждений, это может занять отдельный топик. Но то, что стоит сказать, это что у нас есть два кейса. Первый, это когда у нас конкретный тип и значения сравниваемые и одинаковые. В таком случае интерфейсы у нас будут сравниваемы и одинаковыми. Или же, когда у нас оба интерфейса имеют значение nil. Тогда тоже мы можем их сравнивать без опасений. Но опять-таки стоит отметить, что мы не сможем, например, объявить два пустых интерфейса, бросить туда мапы и сравнивать их. В принципе, мы можем, но получим панику. Что, в принципе, не то, чего мы ожидаем. Еще маленький notification о том, что мы не можем сравнивать untyped nil. Не видел такого использования, но может быть. Еще один трекий момент. Если мы обратимся к, сравниваю, zero-size переменных, то они, в принципе, в разных ситуациях могут быть как одинаковые, так и не одинаковые. То есть основная причина в чем лежит? В том, что память под эти переменные может выделяться в разных местах. Следовательно, у нас есть перетень оптимизаций. И именно из-за них, если, как вы видите на примере, мы создаем два интовых аррея и берем их поинтеры, и в принципе, в некоторых ситуациях можно ожидать, что они будут одинаковыми, в некоторой нет. Именно из-за оптимизации у нас никогда нет точного ответа. И поинт лишь в том, чтобы мы никогда не подвязывали свой код на такие сравнения. Потому что это ненадежно. На этом топике все. Небольшой outcome. Как бы, в принципе, мы освежили знания о типах, о том, что можно сравнивать, для того, чтобы не было опасений получить compile или runtime error, если так обобщить. Также, возможно, вы узнали о некоторых кейсах, о некоторых новых способах использования старых инструментов. Например, использование аррея как ключа к мапе и так далее. Плавненько переходим к описанию структур. Наш второй топик. В первую очередь я хотел бы обратить ваше внимание на структуру. Сильно не смотрите пока на правую часть слайда. То есть у нас есть структура user, у которой есть 4 поля. Strings, Bull, In64 и Bull. Справа внизу, вот здесь, вы можете увидеть информацию о размере этой структуры. В данном случае это 40 байт. Секундочку, двигаемся дальше. Смотрите, это уже следующий пример структуры. Точно такой же структуры user, в которой поля теперь string, In64, Bull, Bull. Я вернусь на предыдущий слайд, чтобы вы заметили разницу. То есть единственная разница между этими структурами, это порядок этих полей в структуре. Типа идентичные, количество полей идентичное, лишь порядок. Но при другом порядке расположения полей мы уже имеем другой сайз. В данном случае это 32 байта. И собственно говоря, возникает вопрос, а что за магия происходит? Почему мы имеем разные размеры структур? Ведь у нас одни и те же типы. Чтобы полностью ответить на этот вопрос, нам нужно будет затронуть несколько плюс-минус базовых понятий, которые в итоге помогут нам ответить на все наши вопросы. Начнем с alignment. Data alignment позволяет как бы размещать данные секциями, равными термину Word. То есть Word это определенный размер, некая константа. И размещение данных по размеру, равному константе этой Word, позволяет оптимизировать количество операций считывания, которые необходимо сделать процессору для того, чтобы получить данные. Смотрите, размер этого Word зависит от архитектуры, которая у нас есть. То есть при 32-битной архитектуре это будет 4 байта, при 64-битной это 8 байта. Также как бы у нас может быть обращение памяти без alignment. Тогда получаются ситуации, когда процессору нужно вычитать больше патчек данных, как бы больше Word, чем это необходимо на самом деле. То есть это исключительно вопрос оптимизации. Здесь вы можете видеть пример памяти. Это все достаточно на абстрактном уровне, но лишь для того, чтобы отобразить нашу проблематику. То есть на данном слайде мы видим представление данных памяти. Цветами разделены разные наборы данных. В текущем случае мы работаем с 32-битной архитектурой, то есть размер нашего Word будет 4 байта. Мы можем увидеть, что у нас данные расположены как раз, скажем так, сгруппированы. 4 ячейки, 4 ячейки, 3 ячейки. Они идут подряд, все укомплектовано. И когда процессор делает какое-то высчитывание, он вычитывает сразу целый Word. В нашем случае каждый Word содержит отдельную какую-то консистентную пачку данных. То есть обращения к двум Word, чтобы вычитать какую-то единицу информации, у нас нет. В Go есть информация о том, сколько, какой размер, какой сайз, да, от каждого типа данных. Здесь опять-таки это представлено в измерении в Word, потому что зависит от архитектуры, на которой мы работаем. Справа внизу вы можете увидеть полезную линку, с помощью которой можно найти информацию о абсолютно всех типах, которые есть в Go. То есть здесь приведен лишь небольшой лист для понимания. Данная информация позволяет нам понять, сколько памяти нам нужно под значение каждого типа. Что в принципе делает первый шаг к тому, чтобы понимать, от чего зависит размер нашей структуры. Зачем нужен alignment? Зачем мы выравниваем данные по... Ну зачем мы их группируем и выравниваем по ячейкам? Опять-таки частично я на это уже ответил. То есть нам выгоднее вычитать, например, ячейку, например, Word, который содержит 4 ячейки данных за раз, нежели 4 раза обращаться за 4 элементами, которые уже могли бы быть в этом Word. То есть просто оптимизация. Следующее понятие, которое нам нужно узнать, это padding. Мы узнали, что данные памяти могут быть выравнены, но это еще не отвечает на вопрос, почему наши структуры в начале топика были разными по размеру. Ведь там разный был только порядок структур. Поэтому нам нужно задеть тему padding. Дабы избежать вычитывания нескольких Word, в случае, когда данные занимают неравное Word значение, например, у нас есть, как вы можете видеть, одна ячейка с данными, а дальше пустота. То есть, например, это булевское поле, которое занимает 1 байт. Нам его нужно расположить. Вот оно как раз визуально может быть так представлено. В таком случае, когда у нас данные занимают меньше, чем размер Word, происходит добавление пустых ячеек. Здесь они у меня будут пометены как empty. То есть мы все равно заполняем наш Word, несмотря на то, что полезные данные только здесь находятся. Опять-таки это делается для того, чтобы оптимизировать обращение процессора к памяти и быстрее вычитывать при минимальном количестве обращений. Так, здесь нужно поговорить о гарантиях выравнивания еще. То есть мы поговорили о том, что есть сам феномен выравнивания. Мы поговорили о том, что мы можем заметить пайдинг, когда у нас данных недостаточно для заполнения ячейки. И теперь в силу вступает гарантия выравнивания. То есть ситуация, как была представлена на прошлом слайде, будет у нас не всегда. Да, это зависит от гарантии выравнивания. Здесь представлена информация о том, по какому коэффициенту, если можно так сказать, будет происходить выравнивание в зависимости от полей, от типов полей. Но стоит еще опомянуть момент, что вот этот критерий, размер гарантии, по какому будет происходить выравнивание, он зависит от небольшой схемы. То есть будет выбран размер самого большого типа в вашей структуре. То есть если у вас в структуре, например, есть байт поле, UIN16 и UIN32, то гарантия выравнивания у вас будет по самому большому типу. UIN32 в нашем случае. То есть это будет 4. Обратите внимание, пожалуйста, на эту структурку. На эту картинку, точнее. Я постарался цветами разделить эти данные, чтобы вы видели, что они не связаны. То есть это отдельные пачки данных. Представим, что у нас есть структура, у которой есть 6 бул полей. И в нашем случае, как я вам говорил, что гарантия алаймента будет выбираться по максимальному размеру. А так как у нас везде здесь бул, то гарантия будет 1. Потому что, как видели на прошлом слайде, здесь була нет, здесь байт, но здесь более полная схема. Здесь будет единичка также и для була. Поэтому мы данные записали просто подряд и заняли всего лишь нам всего полтора ворд. Что, в принципе, опять-таки является оптимизацией. Потому что, если бы мы записывали вот сейчас каждую единичку данных в каждый ворд, мы бы очень-очень много памяти занимали исключительно пэдингом, который нам был бы не нужен. Поэтому при данных правилах пэдинг он ситуативен. Теперь немного о инструментах, с помощью которых мы можем это посмотреть, проверить. Первый вариант – это использование sizeof-функции с unsafe пакета. То есть мы прямо в коде можем получить информацию о том, какой размер структуры у нас есть. Второй вариант – это подключить линтер. То есть мы подключаем линтер, который нам каждый раз будет говорить о том, правильный ли у нас порядок полей в структуре. Под правильным порядком имеется в виду наиболее эффективный с точки зрения перформанса. То есть есть ли у нас пэддинги, и цель линтера – сделать их как можно меньшими. И последний инструмент – это the length sizeof-tips. Сервис, который, в принципе, я использовал для раскрытия этого топика. Очень удобный инструмент. Мы здесь можем описать структуру какую-либо и получить сразу несколько пунктов информации. Во-первых, как раз size, который мы используем. То есть полный объем вашей структуры. Во-вторых, увидеть как раз alignment. То есть ту константу, по которой будет происходить пэддинг и выравнивание. И что очень приятно – это визуализация. Потому что данные мы воспринимаем по-разному. Визуальная составляющая для некоторых людей очень-очень полезна. Здесь мы можем видеть, что, например, вот у нас втесалось в бул-поле после стрингового, а после ним идет еще одно стринговое. И дабы правильно работать со всеми правилами компилятора, которые у нас есть, мы просто вынуждены вставить сюда пэддинг. Здесь он будет составлять аж 7 байт. Что, в принципе, невыгодно. Но бывают случаи похуже. Небольшой outcome. То есть цель этого топика была в том, чтобы показать, что правильность, порядок, особенности описания ваших структур, они имеют значение не только семантическое для восприятия и упрощенного чтения кода, но также отображаются и на перформансе. Если мы работаем с каким-то очень-очень большим лодом, то это может сэкономить нам какую-то значительную порцию ресурсов. И это можно использовать. То есть об этом стоит знать. Но опять-таки, как, в которой степени это использовать, зависит от вас, потому что у нас с одной стороны есть семантика оформления наших структур, когда нам более читабельно, нам выгодно разделить по каким-то группам, пунктам, например, наши поля, или же мы идем по другому вектору, это исключительно performance. Тут как бы уже решать вам, что вам более важно. Переходим к заключающему топику. Это Bracket Fgo. Немножко творчества. То есть поговорим мы о брекетах, которые справа. Я наткнулся на один кейс, который будет представлен чуть дальше. Не смог его, в принципе, правильно понять с первого раза. Поэтому задался полностью вопросом, который перерос в этот топик. А какие же правила Bracket у нас существуют? Первое, что я нашел, вот этот пример. То есть у нас есть вечный for, Bracket, который мы могли сместить ниже чуть-чуть, здесь написать какую-то логику, и в принципе все компилируется и работает. Этот код рабочий, его можно запустить, ничего плохого не будет и неожиданным. Вот этот пример, где у нас уже не вечный for, а полноценный for со всеми элементами конструкции, он уже не компилируется. И, собственно говоря, здесь возникает первое заблуждение. То есть вот for, мы просто перенесли Bracket. И здесь for, мы тоже просто перенесли Bracket, но первый вариант работает, второй нет. В чем же может быть дело? В чем причина такого поведения? Причина как раз состоит в принципе, по которому будут расположены Bracket. Дело в том, что наш компилятор, он автоматически добавляет точку с запятой в конце строк. И добавляет он это, исходя из некоторого листа правил. И вот, собственно говоря, наши Bracket, они являются одним из правил, по которым будет добавлена точка с запятой. Давайте посмотрим на полный лист. Вот здесь вы можете видеть, что у нас есть как бы четыре порции правил. То есть точка с запятой будет добавлена в конце линии, если перед ней, то есть последним элементом линии, после которого будет добавлена точка с запятой, должен быть либо Identifier, либо IntFloatComplexRoundStringLiterale, Brick, Break, Continue, FullThrough и ReturnStatementы, или один из следующих символов. И обратите внимание, что есть здесь закрывающийся Bracket. То есть после него будет расположена точка с запятой, компилятором автоматически добавлено, что в принципе будет путем к ответу на вопросы, которые были до этого. Здесь я попытался отобразить немного, а что если бы точка с запятой нужно было ставить нам, а не компилятору, исходя вот с тех правил, которые были описаны выше. Видим, что их количество немножко прям зашкаливает. То есть вот это уже похоже, как вроде бы кто-то зажал смайлик где-то в чате. Но вот эти дополнения делает компилятор за нас, за что ему большое спасибо. Здесь вот небольшой вопросик. Посмотрите, пожалуйста, на этот код. У нас есть SwitchStatement, у нас есть ReturnFalse функция, которая всегда возвращает false, и два кейса. И у меня для вас вопрос есть. Какой кейс отработает? Что мы распринтуем? Кто знает? Не бойтесь. Принимаются все варианты. Тут их на справеде два варианта, но кто еще настыкается с тем кейсом? Ну, давайте тогда воспринимаем, что молчание, как все-все знают? Или кто-то попробует? Я думаю, еще просто на их ценах еще полытось. Ну, ладно. Хорошо, да, я поставил вас в неловкое положение, извините. Тогда я сам отвечу на свой вопрос, мне политься не страшно. Ответ будет true. Вернемся. То есть у нас работает вот этот кейс. Несмотря на то, что у нас есть функция ReturnFalse, которая всегда возвращает false. Почему так? Здесь я немножко дописал, то есть это не то чтобы рабочий код, это просто дописал для понимания того, как оно работает. По правилам, которые мы с вами смотрели до этого, несколько слайдов назад, после закрывающейся скобки у нас тоже будет поставлена точка запятой. А у свитча у нас есть как бы две конструкции. Свитч, он может быть, когда мы определяем здесь какие-то вычисления, где могут быть возвращаемые какие-то данные. В такой конструкции свитч понимает, что данные, ну, именно value, по которому нужно будет провести кейсы, отработать, оно будет после точки с запятой. Вот он его здесь ждет. В нашем случае, если мы просто вызываем return false, ничего не делаем и переносим bracket ниже, компилятором автоматически будет добавлен вот сюда true, потому что дефолтное состояние свитча это true. Ну и, собственно говоря, вот получается такое небольшое заблуждение. Мы всего лишь двинули bracket, а поведение как бы функционала кода, которого мы написали, оно совершенно непредсказуемое для нас. Ну, теперь-то предсказуемое, но было непредсказуемым. Outcome. Я не буду озвучивать, что означает эта картинка, надеюсь, вы знаете, но важнейший поинт в том, что все примеры кода, которые я вам показывал с bracket, их не пропустит GoFMT. То есть он их выправит, и вы не столкнетесь с ни одной из этих проблем. Поэтому GoFMT это панацея. Его нужно использовать всегда, везде, и аргументов против не бывает. Вот. Буду рад услышать ваши вопросы теперь. Виктор, а можешь рассказать, как ты стыкнулся с этими кейсами? Какими именно? С bracketами? Да. Эту штуковину со свечом, к счастью, я нашел не на своем проекте. Это была статья. В общем-то, часть подготовки к Knowledge Evaluation навело меня на статью, где были как раз вот эти гочи, как мы их называем, да? То есть Connor Cases. Вот. И там я просто увидел этот пример. Но я его сразу не смог понять. То есть он не был детально расписан, что и почему. Просто было написано, что вот вы ждете так, а будет так. И все. Ну, а я немножко больше потратил усилий, чтобы понять, а в чем же на самом деле дело. Но я очень рад, что это не в коде моего проекта. Это приятно. А ты сам потом это все проверял? Да. Работает? Нет, ну, типа, если вы используете GoFMT, у вас нет этих проблем. Он сразу, то есть если у вас VDE даже настроен на GoFMT, ну, вы не сможете этого сделать. То есть если у вас еще и файл вводчер висит, вас максимально защищают и ограждают от этого. Если же это все выключить, то да, это все работает, компилируется и билдится, запускается и работает так же, как я вам это показал. А еще к FMT можно выкрустовывать? Да, я уверен, что линтер еще есть. Есть GoCritic, который вообще проверяет очень-очень много кейсов. Я, правда, не знаю, как у него там с перформансом обстоят дела, насколько быстро он это делает. Но он тоже это проверяет. Ну, ГАИ импорт, по идее, то же самое же сделает. Что-что? ГАИ импорт, по идее, то же самое же сделает. Скорее всего, да. И GoReturn тоже. Ну, я не проверял просто вот эти кейсы. Ну, это три ТЛЗ, которые отвечают за форматование кода, только импорт, что додает импорт, а GoReturn, что представляет ретерны. Ну, по идее, да. Вы правы. А GoReturn, получается, и GoReturn себе включает? Да, да. Он как бы рапает один на одного. Але, ну, насправде, я не знаю, кто выкрустов GoReturn. Это редкий кейс. Это не просто причина для Холивора. Это так бы то. Супер. На жаль, у меня не дуже багато новин. Зараз всі сили кинута не підготовку. Якщо немає запитань, то зустрінемось через два тижні. Всім дякую.